Тренер, инструктор, чемпион Европы по классическому бодибилдингу 2010 года Михаил Фадеев. У меня коротко, да? Нет, пока приметно. Ну ничего страшного, у меня, конечно, не настолько насыщенная жизнь, как у всех была. Детства у меня не было вообще. Когда где-то в 6 или в 5 лет пошел фильм Арнольд Чварценеггер, как-то он там, Киркулес назывался. Это был для меня просто нечто, такой эталон мужской красоты и грации. Это настолько меня задело. Когда я на чердаке нашел свою первую контейнерную, где-то такую всю ржавую, непонятно какую, вот, и начал просто откуда-то свыше, начал делать какие-то неимоверные упражнения. Как будто у меня они были уже где-то глубоко в подсознании. Лепил просто от себя чину такую неимоверную. Вот. Лепил где-то с 6, ну, в 5-6 лет я начал заниматься. Мне потом вытащили на Тверском вагонзаводе две такие красивейшие вороненые гантели. Я прочитал залпом три тома Арнольда Чварценеггера. Там даже уже не помню, как они называются. Вот. И потихонечку, потихонечку стал стремиться, стал смотреть, начал красоваться в зеркале. Детства так и не было, в принципе. Вот. Да. Мне со сверстниками было всегда как-то неинтересно. У нас не было общих каких-то интересов. Меня всегда тянуло более к взрослому поколению. Там, 40 лет, 50 лет. Мне с ним было всегда интересно пообщаться, перенять их опыт жизненный. Как-то замотивироваться. Вот. На тренировке. Потом, со временем, меня заметил один человечек. Как его стали потом называть мой второй крестный папа. Кустав Александр Николаевич. Это мой стал непосредственный гуру, который меня направил в спорт. Дал первый, самый основной зал по технике выполнения, по диетологии, по всем распорядку дня, рациону. Да, это одни из первых тренировок. Десять лет провел в полуподвальном зале, в таком просто... Где, в принципе, самый основной был костяк. Это полузакрытый зал. Один тренерский состав. Чемпионат России. Вот. И около 70 человек я просто курирую. Там и онлайн курирую, и по диетологии. То есть, пишут, звонят, говорят, вот, все, встали, потолок, не знаем, что делать. Как жить дальше? Что делать? Вот. Садишься, заводишь большую кипу на человека, все расписываешь. И неделями сидишь, думаешь, где уперся, где потолок. Че, как? Мотивация падает, мотивация на нуле. Все, начинаем собирать консилиум. Всем пендали раздал. Все. Разобрались. Все, люди пошли дальше работать. Вроде как так-так-так и пошел. Вот. Что когда заставляло? Сам не знаю. Вот просто дождь, град, там потоп. Все. У тебя расписание по тренировкам, тебе нужно идти, несмотря никуда. Даже вот тут на той неделе сильный подвывик голеностопа был. Но понедельник, тренировка, кое-как запинтовались, пришли, тренировка должна быть. Куда, никуда не денешься. Вот так. Так, в принципе, все до сегодняшнего дня, до 29 лет, каждый день стабильно, по 4-5 раз в неделю на тренировках. Даже эту путевку подгадал, чтобы было 2 недели отдыха, стабильно всегда, после каждых циклов, тренировочных процессов, положено 2 недели дать организму от всего отдохнуть. А питание, от распорядка дня, от рациона, просто, да, в лед пустить организм. У нас же во все тяжкие. Да, все у вас, да. Так что вот так вот. Может, вопросы какие есть, я расскажу. Да, ваш продукт мне, Анна, тоже, сколько, полгода назад дала попробовать. Вот, что я ощущаю на себе, это мне, в первую очередь, что понравилось. Продукт с низким гликемическим индексом. То есть, сахар у меня не скачет. Очень важно, чтобы был низкий гликемический индекс, потому что ем я много, ем я 10 раз в день. Вот, через каждые 2 часа у меня стабильно расписано. И коктейль я пил до тренировки за 15 минут, чтобы метаболизм поднять на высокий уровень, килокалорийность вывести, чтобы на тренировке чем-то, на чем-то работать. И после тренировки я пил для, как бы, для восстановительного процесса, чтобы восстановить мышечную массу и метаболизм держался на высоком уровне. Чтобы процессы катаболизма, которые во время тренировки у нас развиваются, не сжирал мышечную массу, а работал на жировой. Вот, и попробовал витаминно-минеральный комплекс. Я его принимал в пакетику именно после завтрака. У меня в основном витамины минеральные были после завтрака. Вот. Значит, у меня ускорился метаболизм. Сейчас объясню, что у меня, как бы, весь распорядок дня, у меня все записано. То есть по килокалорийности, по рациону, по диетологии, сколько конкретных килокалорий мне нужно в день, в какое время года, в какое время суток, и в какое время. Вечернее, ночное. Вот. Это все строится по диаграммам, в графиках, в таблицах. А потом вот смотрится и сверяется, какие изменения, какие приросты мышечной массы, какие изменения в теле. Вот. Мы как архитекторы своего тела, мы, что мне больше в этом спорте нравилось, мы всегда подтачиваем, смотрим себя. Здесь надо убрать, здесь прибавить, чтобы как скульпторы появят свою афродиту, так и мы, и с себя, и своих подопечных. Вот. И мне понравилось то, что у меня сократился период восстановления. У меня на сон стало уходить меньше времени, 6-7 часов мне стало хватать, высыпаться. То есть это значит, ферментативный витаминно-минеральный уровень приходит в норму. То есть и организм затрачивает меньше энергии. Вот. И что мне понравилось, хорошая концентрация омега-3. Омега-3 для спортсмена очень важна. И при наборе мышечной массы, и для сжигания подкожного жира. Вот. И также укрепление сердечно-сосудистой системы. У спортсменов сосуды должны быть как трубы. И капиллярная сетка тоже светлённая, потому что без этого он сдохнет на тренировке. Так что, да. Конечно. Что Вы посоветствуете? Вот у меня, например, при нормальном индусе массы тела избыток жировой массы. Конкретно. Вот что посоветствуете? Значит, нужно посмотреть, сколько мы потребляем. Есть такие формулы, существует. Количество затрачиваемых энергий, количество потребляемых. Чтобы КПД затрачиваемых, было несколько выше, чем потребляемых. Нужно посчитать, сколько мы килокалорий потребляем, а сколько мы затрачиваем за обычный день. Это не обязательно, что нужно физические нагрузки вводить какие-то до умопомрачения. Нужно посмотреть просто, как мы проводим активно или неактивно весь свой... Активный, чтобы вы не могли давать включить физическую активность? Если не трудно, давайте чуть-чуть сменим формат. Если хотите... Он их вырабатывает, а потом уже работает на жировой клетчатке организма. То есть, быстрая ходьба, вот, именно со смены интервала. В гору, с горы, прямая, пересеченная местность, песочек, асфальт. То есть, наиболее лучше вот эта именно интервальная тренировка влияет на подхожное жиросжигание. Можно даже переходить в легкий бег трусцой. То есть, нам важна именно не интенсивная тренировка, именно ее интенсивность, а важно время проведения физической, продолжительность тренировки. То есть, она должна еле переходить на бег. Вот, легенький. Но без хорошей обуви должна быть амортизирована обязательно, потому что, если плохо подобрана обувь, у нас очень большая нагрузка на позвоночник, постоянно долбит. Вот. И нагрузка на головной мозг идет. То есть, должна вот так, зиг-зиг-тековски, да, в частности. То есть, вот так вот. Пока, для начала. Очень хорошо бассейн. То есть, особенно, когда сколиоз, лордоз, там небольшой сколи, кифозик, вот. Бассейн помогает очень хорошо нагрузить мышцы, но без осевой нагрузки на позвоночник. А это как нахождение в невесомости такое. Мышцы работают, а нагрузки на костную, костную систему нет. И что тебе вообще помогает двигаться дальше? Потому что, вроде, уже и чемпион Европы, и уже заслуженный тренер России. Вот эти два вопроса меня, например, всегда очень интересуют. На самом деле, сначала была просто такая дикая самомотивация, потому что никто мне не верил. А отец говорил, у меня не было брату и прадедов, никого спортсменов вообще. То есть, и на меня так посмотрели, еще такого виска поводили, я думаю, какой-то тут у нас ненормальный в семье появился. У меня не было обычно, всегда хорошо тренироваться с напарником. Что по первости особенно. Он тебя подгоняет, поджопни кидает, ну ты что, сегодня вроде непогода, давай дома останемся. Он должен прийти, тебя как-то растормошить. У меня такого не было, да еще и родители постоянно говорили, да зачем тебе это надо, в старости все объяснят, вот это вот постоянно. Моему главному тренеру 92 года, вот, он мне еще форум может дать. Всего у меня 4 тренера, вот, и они до сих пор остаются моими тренерами. Просто иногда я им что-то подсказываю уже с точки зрения своего опыта. Что-то они мне подсказывают. Сейчас, свыла. Я беру, да, но не зарегистрированный. А рекомендуете своим подопечным? Да, естественно. Конечно. Пока так. Пока так. Пока так. Я всегда, когда хороший продукт, я всегда советую своих подопечных. Все равно вечернее время или утрешнее? Как лучше? А, лучше всего, когда анаболизм у нас в пике. Вот 3-4 часа. Потому что в 5 часов организм так или иначе все равно готовится ко сну. Я вот всегда был против зарядки, например, в утреннее время. Всегда против был контрастных душей, по утрам кофе, по утрам. То есть я на конференциях постоянно с докладами, даже выступал по тему. Это очень сильное возбуждение центральной нервной системы, особенно по утрам. Я был всегда против этого. Потому что организм еще после пробуждения 2-3 часа еще в такой меланхолии находится. Он постепенно пробуждается. И тоже самое вечерняя тренировка, когда организм уже готовится ко сну, метаболизм замедляется, все процессы гормональные тоже притупляются. И тут ему такой всеблеск дают, когда он просто в шоке. То есть вот самое с 4 до 6 часов вот это самое оптимальное тренировочное время. Спасибо. Следующий вопрос. Когда принимали коктейль, вы сами в какой дозировке допили? Такой же, как мы пьем или специальный? Нет, у меня дозировочка была посильнее. Я 3 за раз выпивал. Вот, тогда ощущаю, да. То есть и по объему 3, или просто густота другая? Просто есть люди, которые тоже занимаются так же, как и вы. Интересно, им рекомендации какие-то? Нет, я пил сразу 3 замешивал и выпивал их перед тренировкой. Да, сразу 3 коктейля. 3 порции? Да, да, 3 порции, потому что... Вы смотрите, там 100 мл воды, то есть вы брали 300 мл воды? Да, да, 300 мл молока я выпивал и 3 порции. Вот, мне просто по концентрации белка на мою массу сотку, вот, белка самая оптимальная. То есть вот это было 2 тренировки, а после тренировки? После тренировки 1. Одну, да. И сколько раз в день? Вот, у меня... Только в тренировочные дни я пью. То есть 4-5 раз у меня тренировки зависят от тоже, от разных. То есть у нас осень идет набор силы, зимой идет набор массы, весна сушка, а лето это межсезонье, организм отдыхает. Понятно, так. Еще раз, чтобы уточнить, значит, до тренировки, тренировка, допустим, там в первой половине дня, да, выбиваете тройную. За 45 минут выбиваем. Потом окно белковое такое, да, то есть это после тренировки получается одно. Да, сразу в углеводное окно выбиваем сразу еще одну порцию. Не позже, чем 45 минут. Нет, у меня еще два ужина. Ну, коктейль больше не пьем. Коктейль больше не пьем. То есть вот только так. Да. Спасибо. А где-то есть еще информация, которую можно прочитать на эту тему от вас? То есть личный опыт времени именно в элоне? У нас нет. У нас спортсмены очень такие скромные, и даже свои награды я просто Анну попросила сфотографировать. У нас это не принято. Есть тайные комнаты такие у всех спортсменов. Они закрываются, их там никто не видит. У нас очень суеверные люди. У нас нельзя награды показывать, через танку переступать. Мы постоянно говорим с ней, чтобы она нас не прижала. Веса очень большие. Да, у нас это как водитель с машиной разговаривает, так и мы. Еще один момент. Я знаю, что есть коктейли, которые профессиональные. Есть. Если сравнить профессиональные коктейли, которые для бодибилдеров именно, да, и наш коктейль, преимущество нашего, кроме того, что не стыкет химический индекс. Преимущество правильное. Правильные пропорции белков, жиров и углеводов. Самое оптимальное соотношение, которое организм может усвоить за один прием. То есть в наших очень сильно завышен, особенно, белок. Там получается аж больше двух граммов белка на килограмм веса. Здесь самое оптимальное соотношение, потому что больше полутора грамма на килограмм веса никогда не усваивалось организмом. И последний вопрос. Насколько я знаю, мне говорили, что профессиональные коктейли, вы для бодибилдов, они невкусные. Это правда? Ну, со времен развития всей фармакологии, вот этой спортивной, очень стали много затачивать под девушек коктейли. И с земляничными, и с миндальными, и с этими шоколадными, и капучино всякие. Я не сторонник этого, но девчонки вот знают, что принимают, и говорят вкусно. Когда мы начинали заниматься, были только отечественные протеины Атланты, и все такие прочие, Айронмен. Я бы их назвал протеины со вкусом резины, потому что как будто башмак жуешь. Это было невыносимо. Ничего не было такого. Мы группу «Б» брали из пивных дрожжей. То есть на пивзавод ездили, нам трехлитровые банки пивных дрожжей наливали, мы вот заменяли витамины «Б». То есть выходили как могли с аптек и со всеми. Еще один вопрос родился. Ценовая политика, если сравнить профессиональные коктейли и наши. Ну, профессиональные коктейли на порядок дороже. То есть, ну, у них порционность больше, конечно. Они продаются ведрами, потому что спортсмены живут на них. Понятно. Спасибо. Не за что. Данечка, сейчас я дойду к тебе. Я понимаю, что ты гораздо ближе, но тем не менее. Ниша, вот скажи, пожалуйста, если вредно оббудить организм кофе, то что ты порекомендуешь? Я порекомендую самое оптимальное. Стакан, если нету высокой кислотности кишечника, стакан воды с долькой лимона. Он пробуждает организм намного лучше. И во время завтрака лишние углеводы, особенно быстрые, они не усваиваются под действием лимона. Всегда, кто худеет, они добавляют омегу-3, клетчатку, и перед каждым приемом стакан воды с долькой лимона. Она уже имеет какой-то объем в желудке, мы много не съедим, и плюс лимон не дает усваиваться быстрым углеводом. А комнатная температура... Это не горячая температура? Да. Ну, как правило, говорили, что рекомендуют пить холодную воду на тренировке. То, что организм затрачивает лишнюю энергию для сокревания этой воды. Но это очень ничтожно, на самом деле. За это не надо цепляться и себя там заливать холодной водой. Комфортную комнатную температуру кипяченой воды. Хорошо, а если бы у нас будет организм нормально? Это да, это хорошо. Спасибо. Перед завтраком. Итак, друзья, еще, пожалуйста, вопросы есть два пока. Я думаю, что появятся еще. Михаил, скажите, пожалуйста, какие пендали вы ставите своим девушкам, если они вообще не мотивированы? На нуле мотивация. Чем я ставил? Пендали какие-то, если нет мотивации. Но здесь главное постепенно, потому что чтобы чего-то достичь в любом виде, нужно постоянно выходить из зоны своей комфортности. Если мы сидим в зоне своей комфортности, нам хорошо, мы в своем болоте, нам тепло, нас не трогайте, мы вас не будем трогать. То есть постепенно начинаешь вклиниваться в ее внутренний мир, можно чуть-чуть ущипнуть, там, слизвить можно маленечко. Начинаешь ее ущемлять, чтобы ее немножечко выдвигать из зоны комфортности и начинаешь вклиниваться в ее окружение, в ее образ жизни. Начинаешь вдавливать то, что нужно что-то менять, нужно с чем-то пожертвовать, чтобы чего-то достичь. Постоянно нужно вот это мотивировать, потихонечку смотреть, ставить как макроцели, так и небольшие микроцели ставить, чтобы ей было достичь этого на своей стадии развития. То есть буквально маленькие цели на недельку, на две, на три, делаешь ее изометрию, все замеряешь, вот, и постоянно ей указываешь, вот, смотри, идут результаты, идут, 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 чтобы ее на первых парах замотивировать, заинтересовать как-то этим спортом. И, конечно, нужно с квалифицированным тренером, потому что если она без тренера, техника не стоит, неправильно все делает и в результате быстро перегорает. И к спорту, и к себе, и ей уже будет неинтересно, и она затухает, и она уходит из спорта. Вот здесь главное постоянно ее терепить, зажигать, постоянно ей названивать, что ты, как ты, что ты ешь, с кем ты спишь, что тебе снится, постоянно. То есть у меня на каждого человека по такому талмуду я знаю о своих клиентах больше, чем они знают сами о себе. вот это постоянно. Как бы особенно сильно большого избытка веса никогда не было, но возраст уже 40 лет, двое детей, и как бы тонус мышц не тот, который хотелось бы. Глубная карта годовая куплена без ленивка, но вот как бы то идешь, то не идешь. Вот чтобы вы посоветовали, какое количество раз в неделю надо посетить фитнес-зал, и основные упражнения в первую очередь для мышц пресса. Неужели годовая карта не мотивирует ходить в зал? Это к нашему разговору вчера, что если человек заплатил, то он как бы захотеть с работы не всегда. Как бы дополнительная мотивация, да, и все-таки есть ли какой-то рецепт? на самом деле что касается мышц пресса все как бы неправильно думают, что вот сразу вот у них вот животы, кишечники расшатаны, в результате давят на пресс, на стенку пресса и начинают это распирать по бокам. Вот. И все начинают первым делом на скамейку, начинают скручивать, поднимают ноги, спина не держит, прогиб, в результате забита вся поясница, все, инвалиды, пошли. В данном случае кубики как таковые, вот прямая мышца пресса, они никогда не прокачиваются, укрепляются внутренние стенки пресса, то есть у нас есть внешний слой мышц и внутренний слой мышц, укрепляется всегда внутренний, даже если в 18-16 лет укрепить внутренний пресс, кишки всегда остаются внутри, здесь он никогда не выпирать не будет, ни в 40, ни в 50, ни в 60 лет, вот, укрепляется всегда внутренний корпус, а подкожник сжигается, вот, на внешней прессе, и внешний пресс проявляется, то есть укрепляется мышца кора, если интересна тренировка по мышцам кора, я потом покажу, ничего не нужно, нужно только метр на метр пол, и желание и мотивация, можно еще коврик. Следующий вопрос, спасибо, и следующий вопрос здесь тоже есть, сколько раз в неделю тренироваться? Три раза в неделю достаточно. И следующий вопрос, пожалуйста. Добрый день, Михаил, вы говорили, что кушаете 10 раз в день. Да. Каждый прием пищи это белковая еда? Нет, конечно. Значит, сначала больше углеводной пищи, с утра, да, с утра, то есть с утра до обеда идет больше углеводной пищи. Кашки? Естественно. Кому интересно, то есть смешается овсяная каша, он добавляет курага, инжир, изюм, то есть вот этот первый завтрак начинается. То есть, чтобы запустить все механизмы. А сладости любите вы? Сладости, ну, как и все, тоже люблю, но любая любовь к продуктам это та же самая привычка, а привычки можно изменять. То есть, можно как к одним продуктам привыкнуть, так и к другим продуктам. Для вас сладости не полезны? А сладости тоже нужны, когда нужен быстрый приток сахара. Скажем, когда с суп максимальными весами работает, особенно на соревнованиях, сахар падает в крови, мутит, или же, когда на допинг-контроле, вот в Калифорнии был допинг-контроль, перелет был очень сложный, вот, нельзя было ни кофе, ни сахара, ничего нельзя, потому что пробы крови, если покажут, все снимут в соревнованиях. Вот, ну, когда все, допинг-контроль прошли, немножко можно сладенького, шоколадку там, горькую, что бы... То есть все в меру? Да, все в меру, везде нужна золотая середина, все, все можно. Сколько раз в день вы мясо кушаете? Мясо, два приема пищи у меня, но вот, особенно по зиме. Объем порции мне интересует еще. Порции у спортсменов меряются стаканами. То есть... Вот, например, кашку утром, сколько? Два, два по 250 стакана. Уже готового продукта? Да, готового продукта. На молодец. Все продукты, как правило, в стаканах берутся. Но, наверное, такой объем у вас же не сразу, вы начинали, например, кушать в более 10 лет. Все, все расписывается с учетом массы тела. То есть, как варьируется вес, у нас идет масса наборная, мы где-то на 20 килограмм в межсезонье, то есть я 125. Вот, сейчас вот после соревнований, вот буквально месяц назад была Москва, вот, мы сейчас до сотни в категорию, чтобы было 99,8, чтобы была конкуренция, понегче было выступать. Понятно. Ну, еще, наверное, важен режим, да? То есть, чтобы... Режим, да, особенно у меня часто со сном проблемы были, никак не мог себя заставить четко-четко ложиться. Это звенья одной большой цепочки. Если одно звено где-то пропадает, в результате надо наверстывать в других звеньях. Когда... много эффективнее, быстрее. Спасибо большое. То, чем вы занимаетесь, работа или хобби? Дело в том, что я вижу, с каким удовольствием он это делает и рассказывает, и здесь трудно говорить о работе. Поэтому я спрашиваю. Здесь трудно, больше всего, конечно, хобби, потому что, ну, как таковые, деньги мы за это не получаем, мы все на альтруизме, на большом. А спорткомитеты не поддерживают этот спорт. Мы только недавно получили, ну, два года назад аккредитацию этого спорта. Его внесли в реестре олимпийской, теперь он будет в олимпийской реестре, спорт включен. То есть в Сочи он уже будет представлен. Да, вот, но чашка все с нашим спортом. Этот в России бизнес, он не прибыльный, не раскрученный. Если спортсмены в Америке, вот, когда мы приезжаем, они на нем живут. Они выступили на соревнованиях, получили определенную сумму денег, и весь год они на этом живут, и готовятся к следующим соревнованиям. То есть профессиональные спортсмены именно так на нем живут. То есть мистер Олимпий, вот это все, все высокие. Итак, есть еще вопросы? Есть. О, созрели. Добрый день. Тут. Если я на наборе массы, после тренировки через какое время я должен принимать пищу? И какую? Смотри, у тебя телосложение ктоморфное, то есть ты сухенький, тебе тяжело набирается мышечная масса, вот, мышечное волокно длинное, кость узенькая такая довольно-таки, вот, тебе в данном случае всегда лучше будет принимать пищу в жидком виде. Максимально то, что можно есть в жидком виде, лучше в жидком виде. Все коктейли, скажем, всегда коктейли, берем пакетик велнеса, добавляем туда пол банана, пол пачки творога, ложку оливкового масла и ложку меда. Вот такие коктейли, чем ты чаще будешь принимать именно в жидком виде, потому что твердая пища будет пролетать насквозь у эптоморфа. Вот, в жидком виде она максимально в тебе будет оставаться и максимально подпитывать мышечную массу, потому что оливковое масло это все обволакивает и потихонечку, потихонечку добавляет питательные вещества в клетку мышечную. Вот, и тебе, значит, за два часа вот такой коктейль надо принять и сразу же после тренировки. Прямо сразу. Прямо сразу после тренировки. Просто у меня от тренировки до дома час езды ну полчаса это много для тебя? Много. Все с собой брать? Спасибо. Когда у меня был первый чемпионат России я учился на втором курсе института я две спортивные сумки харчей носил, потому что шесть пар это просто невыносимо. И там лекция идет или что у тебя прием пищи. раскручиваешь на парте весь все, что у тебя есть и начинаешь усиленно мять. Есть еще один вопрос. Давайте ли все в курсе. Жидкость на самом деле это очень в частности вода. Не говорим сейчас о никакой другой жидкости. Вот именно вода. Это лучше транспортные средства для передачи питательных веществ в клетку. Так как мы большую часть состоим из воды, воды в данном случае масса наборная, что жиросжигание без воды невозможно. Вода основной переносчик жировой клетчатки. Вода расщепляет жировую клетчатку. Без воды невозможно похудеть. Извините, отдельно вода или вместе с пищей? Конечно отдельно вода. С пищей мы никогда ни в коем случае воду не мешаем. Мы разбавляем желудочный сок. Выпиваем воду мы или до приема пищи, или же после приема пищи минут 20 хотя бы надо подождать. И еще практически покажите нам какие-то упражнения? Чаек все потом. Все потом. Никакого чайку после еды. Михаил, пожалуйста, покажите несколько упражнений для определенных групп мышц. Например, в частности вот раньше трицепса чтобы немножко подкачать. Ну там немножко фрэкс ягодички. Сейчас показать. Бедра. Пожалуйста. Давайте мы на тренировку там соберемся. Да, спасибо. Значит вот покажем. Вот и знаете когда раньше я был нацелен в основном на спортсменов то есть мы готовили и олимпийцев и всех чемпионов вот то есть сейчас больше больше в зал уже приходят за здоровьем.